привет друзья в этом видео я постараюсь для вас сделать подробную видео инструкцию для туристов которые собираются полететь на отдых в турцию неважно там анталия либо там гейское побережье но вас будет подробный алгоритм того что вы проходите в аэропорту и как это все выглядит поэтому друзья подписывайтесь на наш канал psn travel чтобы быть в курсе всей полезной информации о том как путешествовать выгодно безопасно и только с положительными впечатлениями итак друзья вот мы приехали в аэропорт вылет у нас будет из аэропорта в харькове принципе как бы алгоритм будет одинаковый для всех аэропортов поэтому можно это видео использовать и для вылетов из других аэропортов просто будут немножко побольше там аэропорт либо поменьше это рапорт неважно алгоритм остается один и тот сам значит приехали в аэропорт заходим в аэропорт и так значит если это харьков то сколько мы зашли в аэропорт мы видим перед собой два небольших монитора с расписанием рейса на этом мониторе вам нужно найти ваш номер рейса он указан у вас в билете и пройти регистрацию нас смотрите у нас номер рейса 7w4013 вот мы смотрим напротив него указаны стоечки регистрации теперь мы берем и подходим к этим стоечкам регистрации к любой из тех что указаны на табло значит здесь вы сдаете свой багаж основной багаж естественно перед тем как сдать багаж я всегда рекомендую упаковать багаж сделать это можно несколькими способами первый это непосредственно в аэропорту заплатил за эту услугу дальше 2 можно самостоятельно дома упаковать встреч пленкой этим вы сэкономите некоторую сумму денег и еще есть вариант чехлов на багаж в общем выбирайте какой вам удобнее таким способом и пользуйтесь значит подходим к стоечке регистрации и сдаем багаж значит для этого вы берете каждую отдельную единицу багажа и ставите на транспортную ленту на этой же ленте взвешивается ваш багаж этот вес фиксируется в корешке от вашего багажа и смотрите обязательно обратите внимание когда вы только собираете ваш чемодан чтобы вес вашего чемодана не превышал допустимые нормы багажа примеру у нас у розы ветров было 23 килограмма на один чемодан и еще один важный момент примеру если вы летите вдвоем то есть два туриста и хотите взять один чемодан то друзья это еще один важный момент взять один чемодан на двоих вы можете но все равно вес этого чемодана не должен превышать норму веса на один чемодан то есть 23 килограмма потому что сверх нормы будет доплата за каждый килограмм перевеса и друзья эта сумма довольно таки будет не маленькой дальше также здесь вы на стоечке регистрации предъявляете свои загранпаспорта и тут вы получаете уже посадочные талоны с вашим номером места в самолете после того как вы сдали багаж вы идете и проходите таможенный и паспортный контроль значит смотрите в харькове вам нужно подняться вот по эскалатору либо по ступенькам и дальше вы идете на таможенный и паспортный контроль там у вас проверят ручную кладь проверят паспорта значит если вы летите с ребенком то вам обязательно нужно иметь для ребенка свидетельство о рождении и если вы летите с ребенком без одного из родителей либо без двух из родителей то вам обязательно нужно иметь нотариальную доверенность от родителей на вывоз ребенка из украины друзья отнеситесь к этому очень серьезно потому что если у вас не будет нотариального доверенности и у ребенка будут официальные родители то ребенка не выпустят без этого нотариального разрешения на смотрите именно процедуру паспортного и таможенного контроля возможно и не получится показать в этом видео потому что в этой части в аэропорту съемка запрещена но если все-таки уже удастся то я вставлю некоторые кадры как проходится таможенный паспортный контроль значит рассказываю по процедуре смотрите вам все скажет что нужно выложить из ручной клади для того чтобы она прошла сканер также вы сама пройдете через кабинку через сканер тоже значит если у вас будут какие-то металлические вставки то есть организме то желательно на это иметь лучше справку о том что это у вас такое что чтобы не вызвало никаких там дополнительных процедур но в целом принципе как бы еще таких ситуаций у туристов не происходило поэтому все таки вам лучше знать если есть это все то обязательно берите с собой справку значит смотрите когда вы проходите таможенный контроль с ручной кладью то там есть определенные ограничения в ручной клади нельзя провозить жидкости свыше 100 миллилитров также колющие режущие предметы поэтому если у вас что-то найдут в ручной клади то скорее всего вам скажут это выбросить поэтому друзья не забывайте ваши маникюрные наборы там брелки виде раскладных ножиков и тому подобное и сразу выкладывайте это в багаж чтобы вам не приходилось это выкидывать такое уже случалось у туристов они просто забывали даже моя супруга когда летели мы с ней в объединенные арабские эмираты просто забыла пилочку для ногтей в ручной клади поэтому ей пришлось ее выбросить после того как мы прошли таможенный контроль паспортный контроль мы попадаем в зал ожидания и тут у нас есть duty free смотрите видео по duty free у меня есть отдельно я вот буквально недавно летал в эмираты и записал небольшое коротенькое видео по duty free и ценам поэтому сама duty free я в этом видео вставлять не буду покажу вам сейчас зал ожидания вот сейчас я иду мимо duty free прямо в зал ожидания то есть тут нет ничего абсолютно схожного это я конкретно говорю за харьковский аэропорт потому что с другими аэропортами немножко по-другому если взять борисполь либо там другой какой-то аэропорт вот там будут некоторые отличия и так как вы видите в зале ожидания есть лавочки где вы можете посидеть пока вы ожидаете посадку на рейс также есть уборные есть кафешка там вы можете купить себе либо перекусить либо там напитки какие бы там захотите там чай кофе попить либо минерал очки вот ну только учтите что цены там существенно отличаются от обычных кафешек в сторону выше для тех кто курит в самом конце зала есть курилка вот так она выглядит снаружи и вот так эта комната для курения выглядит изнутри ничего особенного в ней нету обычно небольшое помещение примерно два на три метра и кроме столика с пепельницей больше ничего в этой комнате нету и последнее что я вам хочу показать в этом зале ожидания так это информационное табло значит находится это табло посередине зала под потолком этот монитор условно говоря имеет очень небольшие такие размеры и чтобы увидеть необходимую информацию на этом табло вам нужно подойти непосредственно прямо к нему на пару метров потому что из начала либо конца этого зала информацию на этом мониторе вы вряд ли сможете увидеть и так показываю вам это табло поближе и давайте же разберем информацию которая представлена на этом мониторе и так значит первый столбик здесь указывается номер рейса значит мы летели на рейсе 7w 4013 дальше вторая колонка здесь указывается логотип авиакомпании мы летим на розе винтрол винт роуз третья колонка это направление у нас турция анталия четвертая колонка это статус рейса то есть у нас идет посадка 5 колонка в ней указано заявленное время вылета рейса значит у нас рейс должен вылетать в 10 часов 25 минут ну следующая за ним колонка идет значит фактическое время вылета собственно говоря как бы эту же информацию в этой колонке вы не увидите ну и последняя колонка если еще идет регистрация то указаны стоечки регистрации и так возвращаясь к твоему рейсу 7w 4013 на смотрите в статусе уже стоит посадка поэтому сразу идем в свой посадочный гейт значит почему так нужно делать потому что друзья смотрите значит чем нюанс самолет может взлететь на пару минут раньше вот как вы видите пример с рейсом пк ю 7125 который заявлен вылет в 3 часа 40 минут а фактически самолет взлетел 3 часа 36 минут то есть на 4 минуты раньше то есть друзья если мы видим статус посадка то туалет и кафе duty free уже отпадают не торопясь без паники спокойно идете свой посадочный гейт там вы предъявляете паспорт и посадочный талон одну часть посадочного талона у вас оторвут на контроле и вторая часть у вас останется до конца вашего перелета так друзья вот мы значит прошли еще один контроль там взяли у нас корешочек ответа которые вы получали при регистрации и по теле траву мы идем уже непосредственно садится в самолет так смотрите значит всю остальную информацию о том что ждет туриста по прилету и какие нужно проходить процедуры по прилету я покажу вам следующем видео которое скоро выйдет на нашем канале psn travel поэтому друзья чтобы быть в курсе все и полезной информации чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями обязательно подписывайтесь на наш канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы получать уведомления по всем новым видео с полезной для вас информацией пишите в комментариях ваши вопросы и не забывайте ставить лайки всем отличного настроения до новых встреч пока пока